Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Слушайте доктора. В эфире программа «Слушайте доктора». В Кирове 14 часов, пятница. Дмитрий Курдюмов и Светлана Занькова уже здесь, в студии нашей радиостанции. Здравствуйте. Добрый день, Светлана. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. И сегодня мы будем говорить об амбулаторной хирургии и стационарно-замещающих технологиях. Говорить будем с Андреем Андроновым, главным врачом Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Андрей Витальевич, вы у нас первый раз. Хирургом. Хирургом, ну конечно, вы же приглашали. Хирургом предпочтение отдается в этой студии. Поэтому вам начинать. Когда мы говорим про большую всегда хирургию, еще в целом издавна повелось, что если ты не полежал в стационаре с какой-то проблемой, причем, как у нас говорят, не прокапался и не пролечился, то, наверное, ты медицинскую услугу получил некачественно или не в полном объеме. А в последнее время, ну в общем-то, с учетом того, что, безусловно, есть экономические факторы, не хватает глобальной в системе здравоохранения Российской Федерации средств. А у нас, по-моему, это что-то около 2,7% ВВП на здравоохранение. И расходовать именно надо только на медицинскую помощь, а не там все, что и сопутствует, и питание, и мягкий инвентарь, и так далее. Затем появилось новое оборудование, назовем так его малоинвазивное. Появились новые технологии. Ну и, в общем-то, профессионально выросли доктора, и все чаще и чаще звучит, а давайте внедрять стационар, замещающий технологии. Да, малоинвазивную, амбулаторную хирургию в том числе. Вот сегодня в большей степени, наверное, стоит поговорить про хирургию. И вот, если говорить о том, наверное, много в каких больницах были попытки ее реализовать. В Центре травматологии и ортопедии мы занимались амбулаторной хирургией. Это больше 250 пациентов в день. В день, в месяц, естественно. Видите, какие планы грандиозные в день. И больше половины раньше эти пациенты были в стационаре. В общем-то, и для пациентов наверняка есть плюс. Ты получил, ты прооперирован. Ты прооперирован, скажем так, с использованием в большей степени таких малотравматичных органосохраняющих, если хотите, технологий. Тебя обезболили в зависимости от объема операции. Вечером ты дома, в общем-то, в кругу семьи. А на следующее утро ты уже, если кто-то сильно занят, планирует, в общем-то, может планировать совмещать лечебный процесс с работой. И вот все-таки мы с Андреем Витальевичем, он и опытный руководитель, да, прежде всего, он там хирург, он по специальности, он еще и травматолог, ортопед. Многое время он руководил детской областной больницей, в общем-то. И насколько я... Вот мы с ним общались. На мой взгляд, вот Андрей Витальевич, естественно, он еще только начал там обсуждать с руководством здравоохранения Кировской области. Вот, и, наверное, диалог непростой предстоит, да, чтобы там развить, ну, естественно, и госпиталь ветеранов сохранить, но отчасти там в госпитале есть несколько хирургических отделений вполне, да. Вот там хирургия, урология, насколько я понимаю, да, в рамках, может быть, одного отделения. Но так или иначе, мы говорили, как учреждение развиваться в плане реабилитации, да, но я думаю, что вполне разумно спросить, почему бы какому-то учреждению не развиваться с точки зрения, скажем, такого мощного центра малоинвазивной хирургии, да, мне кажется, совсем неплохо, это и абдоминальная хирургия, это, скажем, вот мы и про урологию говорили, да, вот приглашали Алексея Витальевича Балдина, нашего коллегу-хирурга, он говорит, что, в общем-то, вот эта небольшая экстренность, она их заваливает. А зачем ее заваливать, когда он говорил, я хочу занять, тут проблема еще какая. Или спросишь любого хирурга, кто занимается экстренностью, и говорит, да, мы хотим заниматься большой реконструктивной хирургией, которая требует госпитализации, но вот эта вот рутина, эти вот вещи, которые нам приходится класть все-таки пациентов, и этим заниматься, часть может быть в другом месте, и тогда там реконструкция появляется, но для этого вот должен кто-то включиться и взять на себя. Это непростая задача, это очень большой поток, это большая, так сказать, хотите, там, логистика, это выстроенная такая маршрутизация пациентов, это другое оборудование, если хотите, это другой вообще в целом подход, это такая, ну, большая машина. И вот слово Андрею Витальевичу, да, мы это обсуждали, я думаю, Андрей Витальевич об этом задумывался, потому что хочется, ну, скажем, наверное, чтобы как в том числе там какая-то изюминка, и это появилось, центр города, большие площади. Ну да, в общем-то, вещь достаточно перспективная, малоинвазивная, точнее, амбулаторная хирургия. Мы в этом направлении будем двигаться, вообще развивать хирургическую службу в госпитале. В общем-то, конечно, мы не будем забывать нашу основную задачу, то есть лечение нашего основного контингента пациентов, но для развития и двигаться, чтобы вперед, в общем-то, одна из направлений, это достаточно вещь перспективная. При минимуме, в общем-то, скажем так, каких-то там затрат, имея на сегодняшний день высококвалифицированных хирургов, специалистов, имея для этого площади и возможности, в общем-то, такого направления действительно мы планируем, в всяком случае, начать развивать. В какой перспективе? Ну, это перспектива в течение года, я так думаю. А, то есть ближайшая перспектива. А чего откладывать на дальние? Какие ресурсы для этого, кроме, понятно, человеческого специалистов? Кстати, сколько у вас хирургов? На чем они специализируются? Ну, у нас хирургическое отделение достаточно большое, в составе опытные хирурги, уролог есть, не один. Тут, в общем-то, по большому счету, как Дмитрий Александрович правильно отметил, логистику главное правильно выстроить, понимание процесса и... Если бы мне задали такой вопрос, я бы сказал, когда появляется объем, да, появляются и хирурги, то есть коллектив формируется. То есть если будет большой поток пациентов, то, соответственно, и команда тоже может... Ну, команда, она по большому счету есть. Есть уже сейчас достаточно. Здесь нужно немножечко выстроить подходы к этому делу. Вы лично этим занимаетесь или совместно с кем? Мы планируем этим все заниматься, ну да. А этот вопрос обсуждался на уровне Министерства здравоохранения? Готовите предложение. То есть это вот такой, видите, горячий анонс фактически, но я могу сказать, вот зачастую приходят пациенты и говорят, скажите, а можно вот сделать сейчас, а чтобы вечером я уже был дома? И здесь есть у некоторых, скажем так, вот докторов, кто работает, скажем, давно, и, в общем-то, тому, кто незнакомый, ну, не пропагандирует идеологию амбулаторной хирургии, возникает некий диссонанс. Да, а как там? Нет, мы вас не можем отпустить, хотя по факту. Я как-то общался с моим зарубежным коллегой, мы сидим вот так вот за столом, он показывает, вот так кладет мне телефон, показывает снимок, и там, значит, серьезная реконструктивная операция на стопе, пяточная кость. Он говорит, что вы думаете по этому поводу? Ну, я не понимаю, что он меня спрашивает. Я говорю, ну, да, мы тоже так можем. Ну, вот, в принципе, наверное, мы бы сделали по-другому. Он говорит, да, вот мне сделали это в Канаде, я живу в Канаде, он приезжал в составе Всемирного банка. А вечером я уже был дома. Даже я, кто знает, что такое амбулаторная хирургия, я в шоке, потому что мы не готовы заниматься даже этим. То есть вот праздный подход. И кажется сейчас многим, ну, они говорят об очевидных вещах, но о ней можно говорить, но степень, вот вообще в целом, в хирургической помощи, в доле амбулаторной хирургии, в каждом профиле, она может быть различная. Давайте мы обозначим, где действительно при каких заболеваниях, при каких травмах, может быть, применяется амбулаторная хирургия сейчас у нас, где это возможно. Потому что хороший пример, конечно, с Канадой. Но что мы можем, чтобы слушатели представили себе, какие именно операции могут производиться амбулаторно? Может быть, про урологию спросить за одним. А чем можно разгрузить шестую горбольницу? Говоря о каких-то нозологиях, я бы вот сейчас так вот конкретно не обозначил бы тему, поскольку на сегодняшний день важно выставить вообще целое понимание, да, принцип вообще, в принципе. Потому что, скажем, в госпитале ветеранов воин, как таковой, вот амбулаторной хирурги, ну, никогда не занимались. То есть там стационарные пациенты достаточно специфические, да, то есть это возраст, масса сопутствующей патологии, да, которую нужно всегда учитывать. Поэтому в этом смысле, прежде чем говорить о какой-то конкретной нозологии, ну, тут надо крепко подумать. Хотя, в общем-то, количество нозологий – это масса всяких. У нас сегодня мы часто сейчас говорим про развитие амбулаторной хирургии, но здесь есть два принципиальных подхода. Первый принципиальный подход, который я встречаю, разговариваю с своими коллегами, мы будем развивать в амбулаторно-поликлиническом звене. Так. Ну, здесь возникает вопрос. Для того, чтобы амбулаторно-поликлиническом звене была хирургия, даже малоинвазивная, одного дня, в любом случае нужен анестезиолог, нужны противошоковые реанимационные палаты, как у нас говорят на всякий случай, нужна бригада докторов, нужно, я уже не говорю про оборудование, это само собой предполагается, и, естественно, нужно обученный средний персонал и палаты, предоперационные палаты пробуждения. И вот когда мы все проговариваем с моими коллегами, вот все это перечисляешь, ну, в том числе еще диагностическая база, она должна быть не где-то, она должна быть вот именно в этом месте, потому что диагностические службы, как у нас сейчас, естественно, в больших учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, они концентрируются где-то в большей степени в одном месте. А здесь диагностическую службу нужно вот со всеми необходимыми оборудованиями, аппаратами УЗИ, если хотите, там, КТ, рентгеном, должна находиться там же. Вполне понятно, что, да, какой-то объем амбулаторной хирургии, безусловно, может существовать и на амбулаторно-полигоническом звене, но все технологии там нереализуемы. Поэтому вот стоит в большей степени вот это непростая, скажем, идея развивать там с нуля где-то стационарно-замещающие технологии, но так или иначе, на мой взгляд, это мое мнение личное, этим надо заниматься в условиях, ну, скажем так, стационара. Я все-таки наставила на том, что нужно озвучить какие-то операции, которые можно проводить в условиях амбулаторных, чтобы люди представили себе, что это может быть. Если мы говорим про абдоминальную хирургию, то это лапароскопическая операция. Я так понимаю, это там и холецистокомия. Все равно нужно все расшифровывать. Это холецистокомия. Это то, что делается с использованием стойки через несколько проколов. Что это такое? Ну, это проблемы с желчным пузырем, желчного пузыря, да, это удаление, скажем так, камней желчного пузыря, ряд других операций. Это когда, скажем, происходят операции в брюшной полости не с применением больших разрезов, а через проколы с использованием специального оборудования. Я думаю, что в большинстве стран, могу предположить, развитых, а именно они и проходят, скажем так, как операцию одного дня. Практически все малоинвазивные операции. Да, если мы говорим про профиль травматологии и ортопедии, то к чему мы идем, скажем, ну, сложно это реализовать с пациентами, скажем, не из города Кирова. И достаточно даже непросто иногда порой убедить пациента, что ты общаешься и говорят, а вот вы мне сегодня сделаете операцию, скажите, а когда я смогу пойти домой? Что такое? Удаление мениска. Так. Да. Ну, ты говоришь, давайте, вот сегодня операция будет сделана, завтра, если в суставе там жидкость не накопится, то, в принципе, вы домой пойдете завтра, а дальше уже можно перевязываться амбулаторно. Вот я говорил о том, что есть, ну, некий, скажем, ограничитель в голове даже у некоторых докторов, а здесь даже у некоторых пациентов срабатывает, говорят, а как, что все будет нормально? А если у меня заболит? Не заболит? Ну, не знаем. А где я буду перевязываться на следующий день? Ну, вы придете. Приезжать надо? Ну, да. Не знаем. Хотя ведь, я думаю, что это ближайшие планы, скорее всего, часть операции, она и перейдет в разряд амбулаторной хирургии, хирургии одного дня, вот, скажем, операции, таких, как министоктомия. И в большинстве, там, скажем, ведущих клиник, оно именно так и происходит. Если взять, скажем, какие-то операции небольшие на подкожно-жировой клетчатке, ну, там, так или иначе, это тоже, там, это хирургия амбулаторная. Какие, например, операции? Удаление доброкачественных опухолей, там, каких-то липом, я не знаю, вросшие ногти, ну, это само собой разумеющееся. Если говорить, скажем, об операциях на мочеводящих путях, ну, могу предположить, что тоже часть из них, они могут существовать как хирургии одного дня, потому что, ну, пациент оперируется, он уходит, и дальше уже он приходит в непривязанные койки. Там, возможно, даже и дробление, там, скажем, камней, там, и так далее. Для того, чтобы открыть такое отделение на базе Кировско-областного госпиталя для ветеранов войн, кроме желания и наличия хирургов, что еще требуется? На сегодняшний день нам вообще, в принципе, необходимо саму хирургическую службу немножечко поднять с того уровня, на котором она находится. Я имею в виду на сегодняшний день это материально-техническую базу. Вот, поэтому нельзя сказать, что, в принципе, это... То есть, это нужно закупить новое оборудование, которое будет позволять производить большее количество малоинвазивных операций? Вообще, в принципе, структуру отделения нужно пересмотреть как таковую. Произвести, ну, реструктуризацию помещений под это дело. Тут даже в голове нужно мышление поменять. Ну, я сейчас про материально-техническую базу. То есть, несомненно, придется приобретать какое-то оборудование. Часть оборудования, ну, я так, в общем-то, мы уже обговаривали и Сенин Битлевны, и Тёма, и, в общем-то, нас поддерживают. Центрального хранения об идеях знают, поддерживают. Ну, да, вот, и с нашей стороны, с нашей стороны необходимо, как Бессонавич совершенно правильно заметил, изменить менталитет у хирургов и вообще персонала, который работает. То есть, подходы к этому делу. Для этого нужно будет что сделать? Дополнительно обучить? Что? Или это со временем? И обучить, и просто, в принципе, выработать для себя определенную тактику. Для себя, в первую очередь. На сегодняшний день вот сказать, что мы завтра готовы это делать, мы, конечно, не сможем. Я поэтому и говорю, что в ближайшей перспективе, ну, примерно год нам нужен, чтобы мы вот подготовились к этому более-менее полноценно. Чтобы это не было спорадически, какие-то случаи, именно поставить это в какую-то систему. А что вы собираетесь, вот вы сказали, что нужно будет и палаты изменить, то есть ремонт, перепланировка и так далее. Большие ли площади госпиталь готов отдать под вот это отделение? У нас есть хирургическое отделение, вот. У нас есть возможность, в принципе, под это дело выделить площади. Насколько палат примерно вы рассчитываете, или пока такие расчеты не шли? Нет, мы так конкретно не обговаривали. А какие-то потом... Это не принципиальная вещь. Там есть набор помещений, которые необходимо организовать. Это палата предоперационная, женская, предоперационная, мужская. Палата послеоперационного пробуждения, собственно, операционная, перевязочная, ну и, скажем, условно, можно предусмотреть одну палату для тех, кто интенсивной терапии, у кого операция прошла... Ну, палату интенсивной терапии. С осложнением. Ну, скажем, не так все просто, с отягощенной соматической патологией. Поэтому набор помещений как раз требуется меньше. И когда мы говорим про амбулаторную хирургию, может быть, так немножко невнятно звучало, это не всегда хирургия, скажем так, простая или несложная. Это вот иногда, когда мы говорим о том, что мы готовы ее внедрять, а, больница подготовила площади, б, она имеет определенное оборудование, и там другие технологии. Старая амбулаторная хирургия, это то, что я вам рассказывал, панариции, атеромы, вросшие ногти. Нариции, атеромы мне вообще не о чем не говорят. Вы не рассказывали про панариции, атеромы. Что это? Это все поверхностное. А сейчас же мы говорим, что амбулаторная хирургия, может быть, это полостная хирургия. Брюшная полость, опорно-двигательный аппарат. Я разговаривал, опять же, с моим знакомым, который ездил оперироваться в Германию. Сейчас людей, кто оперировался в Германии, они приезжали к нам, и им рекомендовали долечиваться уже здесь. Они рассказывают, они приезжают в клинику, они живут в гостинице до операции, причем они платят и за проживание, платят и за питание. Дальше их оперируют, и в этот же вечер, причем там операция достаточно была непростая, у нас это был стационар, и дальше на следующий день они снова попадают в гостиницу. Ну вот даже для меня, может быть, это несколько диковато. То есть в любой системе есть перегибы, и мы не говорим о том, что вот эта модель организации, скажем, либо подхода к организации амбулаторной хирургии, она оптимальна. Но мы находимся с другой стороны. А почему происходит именно так? Они считают деньги. У нас тоже ведь в России внедряются такие технологии? Да, потому что мы тоже начинаем считать деньги. Если мы возьмем один и тот же случай и посмотрим расходы медицинской организации, там, скажем, на оказание вот этой, ну, скажем, сухо, сложной медицинской услуги в условиях амбулаторной хирургии, ну, скажем так, и в условиях стационара, то в условиях амбулаторной хирургии, ну, уж будем говорить честно, там, да, меньше расходы на текущее содержание. Нет расходов на мягкий инвентарь в таком объеме. Меньше расходы на питание пациентов, хотя в 90-е тоже пациентов могут поместить. Что такое мягкий инвентарь? Простыни, одеяла, подушки. Их нужно купить, их нужно стирать. Меньше требуется набор помещений, соответственно, расходы на коммунальные платежи, на электричество. И по факту вот мы рассчитывали, как минимум, даже если ты, ну, условно, не сильно там оптимизировал структуру, процентов на 20, как минимум, расходы медицинской организации на оказание одной и той же услуги одинакового уровня качества, они ниже. Но ведь эти деньги в системе остаются. И куда они пойдут? Эти деньги, оставшиеся в системе, могут идти не только на заработную плату, они могут пойти и на развитие, скажем, на текущие ремонты, скажем, на развитие, на образование докторов, ну и так далее, на развитие инфраструктуры. Они остаются. Так вот, задача не тратить, скажем, лишнего. И если спросить пациента, скажите, вот я ставлю себя на место, я оперировался в областной больнице, это был стационар, но ведь у меня возникло желание, я не буду говорить правду, чтобы не подвести там моего лечащего врача, сбежать в первый вечер после операции. Ну, что я, собственно говоря, попытался реализовать, конечно, меня остановили, вот, но так или иначе, когда тебе ничего не делают после операции и ничего не болит, а это время нужно, наверное, проводить дома, а не лежать в стенах больницы. Это удобно для пациента, да, это не выключает его из нормального процесса жизнедеятельности. Сейчас не каждый может оторваться от работы. Хоть ты объясняешь пациентов, у нас вот здесь вот Wi-Fi, у нас вот тут есть там, у вас палата всего там еще один-два человека с вами, вы можете работать, но дома-то как-то иногда, если можно, лучше. Вот это открытие такого отделения на базе госпиталя для ветеранов войн, что оно даст жителям нашего города и области, что оно даст клиникам. Потому что у меня, я так поняла с ваших слов, Дмитрий Александрович, что если бы госпиталь взял на себя часть вот этих пациентов, он бы разгрузил и вашу больницу, и, может быть, шестую больницу, о которой мы говорили, от того потока, который есть сейчас на эти операции. И тогда ведь придется, наверное, каким-то образом, а что это будут такие соглашения, договоры между больницами, вы говорите про логистику там, да? Вы знаете, здесь, почему Андрей Витальевич, наверное, так сдержанно пока говорит об этом, я понимаю, что этот процесс, ну, скажем так, есть, как у нас сейчас модно говорить, дорожная карта реализации этого проекта. Первое, с чего нужно начинать, ну, это только поменять отношения в голове. Естественно, будущей работой в системе нужно вот этот проект, нужно этот, вот, скажем так, план своей работы нужно, как минимум, согласовать и донести до учредителя. А дальше возникает вопрос, если мы организовываем новую какую-то структуру, открываем новое отделение, и она будет забирать откуда-то потоки, то ведь деньги-то, количество средств в системе конечное, нужно доказать, что она где-то будет экономить, да, и вот именно здесь это будет, а, удобно, это будет здесь, ну, почему я рассматриваю, вот сейчас мы говорим с Андреем Витальевичем, это в центре города, это удобная транспортная доступность, это не маленькие площади, это готовый уже хирургический, там, скажем, коллектив, есть операционные, ну, там проще организовать. Поэтому дальше мы объясняем, что готов коллектив и организованная инфраструктура. Естественно, все уже давно посчитали, что делать это дешевле, и следующее, что делает это отделение, оно может разгрузить, правильно сказали, разгрузить другие отделения, и хирургические отделения, выполнять какие-то несложные, те же самые, холецистоктомии, и мы говорили с Алексеем Витальевичем забирать на себя пациентов, каких-то, скажем, ну, условно, оказывать неотложную помощь с проблемами, скажем, урологического плана. Это мы вспоминаем сейчас шестую больницу. Да, совершенно верно, но что это значит, еще раз, что это значит для пациентов? Удобство. А как они будут узнавать, что именно сюда идти нужно? И будут направлять. Откуда? Из поликлиник, по месту жительства, причем их обязаны в соответствии с заказством их обязаны информировать об этом. То есть человек пришел в поликлинику, ему четко скажут, что он идет сюда. Вы знаете, когда мы начинали реализовывать стационарно-замещающие технологии у себя, мы начали организовывать их по нескольким причинам. Напоминаю, у себя это значит в центре травматологии, для ортопедии и нейрохирургии. У нас было несколько вопросов. Первое, наши площади уже не позволяли оказывать необходимый объем медицинской помощи тем, кто, скажем так, нуждался. Сложной помощи на самом деле нужно что-то было выводить на уровень стационарно-замещающих технологий. Нужно было освобождать стационар. Это первая была причина. Может быть, на тот момент и основная. Дальше работало отделение дневного стационара, открытое, наверное, с 2007-2008 года, но вот оно работало так, условно, слабо, можно сказать, в полнакала. И на тот момент мы приняли решение, давайте мы вообще часть операции полностью из стационара уберем. Мы понимаем, что не все пациенты там кировские, когда приезжают иногородние пациенты, им тоже нужно где-то, скажем, находиться. Мы легко решили эту проблему, мы сделали, это, скажем, не какой-то там пансионат или, если хотите, место, где можно платно переночевать. Да, мы сделали бесплатную одну палату, где пациенты из районов, приезжаясь вечером, могли бы на тот момент переночевать и дождаться утра и, в общем-то, получить помощь полном объеме, а вечером уехать домой. И на тот момент объем был 50 пациентов в месяц, может быть, до 100. Сейчас самое большое количество выписанных пациентов было 270 в месяц. Это 3 операционные каждый день, это 20 и более операций, это бригады из 6 хирургов, это те пациенты, которые бы раньше почти все оказались в стационаре. А как это отражается на других пациентов? Другие пациенты в стационаре, они, в общем-то, теснятся. В палате начинают лежать не по 4-5 человек, крупная палата стандартная, а 6-7. Ведь койки нужно расставлять и, не дай бог, где-то еще пациенты начинают появляться в календоре, потому что ведь не откажешь. А в этой ситуации, при работе отделения нормальном, эти пациенты пролечиваются, скажем, за один день и вечером оказываются дома. Те, кому надо, они остаются, они обезболиваются до вечера, и мы их отпускаем домой. Бывают случаи единичные, когда пациента переходится переводить в стационар. Когда, в общем-то, есть сопутствующее заболевание, мы переводим в стационар и приходолечиваем его там. Либо объем операции в процессе расширяется. Такое тоже бывает. Ну, и совершенно верно отметили, что у массы населения многих людей в головах не укладывается, что после операции можно поехать домой, да? Вы знаете, были сложности, и об этом нужно говорить. Многие пациенты боятся амбулаторной хирургии, нужно поменять мнение в головах у коллектива, нужно с ним разговаривать, сказать, что нам это надо. Естественно, нужно доказать экономическую целесообразность, вообще удобство вот этой инфраструктуры именно в этом лечебном учреждении учредителю. Но еще нужно убедить пациента, что оперироваться амбулаторно не страшно. И если вечером что-то заболит, вам бежать никуда не придется. Но, что говорить, мы больше всего боялись, когда пациенты отпущены домой, будут вызывать скорую помощь либо куда-то госпитализироваться. Поэтому мы и до вечера обезболиваем пациентов. И пациенты отпускаются домой с обезболивающими препаратами, естественно, выдается инструкция по применению этого препарата. Ну, в соответствии с действующим качеством мы это делаем. На следующий день они, скажем, приходят на перевязки и мы всем говорим, что если будет болеть, вы обращайтесь в себя туда-то. Ну, то есть, мы проговариваем все для того, чтобы проблема боли не была ключевой вот в первую ночь. И это является, наверное, основной проблемой. И когда это удается решить, в общем-то, все очень просто. Пациент понимает, что это удобно. Он приезжает в удобное для него время на перевязку, на инъекции и до конца, в общем-то, процесс лечения заканчивается таким образом. Но, вы знаете, хотелось еще добавить, скажем так, ложку дегтя в бочку меда. Мы вот проговорили с Андреем Витальевичем, мы начали развивать резкостно-замещающие технологии. Появился большой объем пациентов. Но в этом году по независимым причинам, скажем, от нас и от Министерства здравоохранения Кировской области нам объем пришлось снижать процентов на 30-40. Искусственно? Искусственно снижать? Пришлось снижать, да. То есть, как минимум, останавливаться. Почему? Потому что у нас на сегодняшний день происходит оплата всей медицинской помощи в стационаре, в дневном стационаре по законченному случаю, по клинико-статистическим группам. И... Что это значит? Это значит, что, к примеру, операция, ну, допустим, операция холецистоктомия, я специально взял другой профиль, да, чтобы ни в чем не обвинили. Опухоли, да? Да, холецистоктомия для нежелочного пузыря лабароскопическая кодируется определенным кодом. И в стационаре в стационаре код вот такой-то. И стоит она там определенную сумму средств. Естественно, после выписки пациента из стационара медицинская организация ежемесячно формирует реестр счетов и отправляет их в страховые медицинские организации для того, чтобы они оплачивали оказыванную медицинскую помощь. По тарифам, да, вот как раз по стоимости вот этого случая. Но когда мы, если в том году все виды медицинской помощи, оказываемые в дневном стационаре, они фактически дублировали стационар, отличался тариф, он был чуть подешевле и было выгодно, естественно, то в этом году мы видим, что с учетом рекомендации Минздрава, все это организовано на всех территориях, КСГ сформированы, мы не видим при оказании помощи в дневном стационаре медицинской многих кодов. Их просто нет. Их просто нет. Они просто не будут оплачены. А что нужно сделать, чтобы они появились? А вот это уже вопрос, на который я думаю, я не могу ответить, почему они исчезли для начала оттуда. А они были там? Они были в прошлом году. Они были в прошлом, а в этом их нет. А в этом году методические рекомендации нашего Минздрава, я сейчас не помню цифру, они были доведены до всех субъектов, и в соответствии с ними было разработано тарифное соглашение, которое не включило в себя, ну, по крайней мере, по профилю травматологии и ортопедии, ну, больше половины тех кодов, которые были в том году. С чем это связано, Дмитрий Александрович? Ну, видимо, как-то посчитали специалисты, не знаю, с чем это может быть связано. Ну, то есть, экономической эффективности ведь здесь нет, получается? Здесь нет. Здесь, понимаете, я уже для себя начал объяснять, что, вы знаете, оценивая, как это сделано в других субъектах, может, мы слишком круто идем впереди планеты всей, и другие этот объем просто не делают. Наверняка со всех собирали аналитику, что там должно быть. Потому что, когда приезжают с других территорий и спрашивают... Это региональная история? Нет, это история... Федеральная, да. Мы здесь делали много. Мы делали операции на предплечье, операции на лодыжках, скажем так, ключицы, мелкие сегменты. Все проходили через это отделение. В других территориях, ну, не во всех, в части других территориях, в абсолютном большинстве, эти случаи были стационарные. И, по всей видимости, когда формировали рекомендации, вот, не взяли там по максимуму, что могут все регионы, ну, это и логично. Здесь можно еще объяснить тем, что, когда объем доводится до дневного... Некоторые медицинские организации, они маскируют реальный объем оказанного в стационаре под дневной стационар. То есть, вырабатывая весь объем по стационару, они, значит, перекидывают его в дневной стационар, в общем-то, и наоборот. Ситуация может измениться в следующем году, насколько я понимаю. Не каждый год меняются эти рекомендации? Тариф на соглашение, да. Каждый год. Я очень надеюсь, что в следующем году они появятся, потому что у нас на сегодняшний день мы взяли, мы получили тот же объем на оказание помощи в условиях дневного стационара, в госзадании. И мы его, ну, скажем так, не выполняем, хотя планировали его перевыполнить, потому что, где эти пациенты оказались? Они оказались в стационаре. Тоже один день пребывания, но они оказались не в дневном стационаре, а в стационаре. То есть, как минимум, нам пришлось очень сильно снизить обороты, но не развиваться дальше. Это есть проблема, эта проблема, еще раз подчеркну, федеральная, но я попытался, в общем-то, связать это с тем, что, наверное, мы слишком сильно развивались. Не знаю, не анализировал, если аналогичная ситуация по другим профилям, то есть я же говорю только про профиль травматологии, ортопедия, но могу предположить, что те, кто, скажем так, также активно развивался по другим профилям, наверняка увидели у себя ситуацию аналогичную. Да, нам нужно завершать нашу программу, потому что время подошло к концу, и все-таки создание вот такого отделения на базе госпиталя для ветеранов войн, это, конечно, шаг вперед для всей медицины Кировской области, и мы надеемся, что так и будет, и поддерживаем Андрея Витальевича Андронова, главного врача Кировско-областного госпиталя для ветеранов войн, и будем следить, сообщайте нам, когда вы будете готовы, с удовольствием расскажем об этом нашим слушателям. Благодарю Дмитрия Курдюмова. Светлана Занько. Прощаемся с вами. Слушайте доктора.